Региональный оператор Аэросети 2000 зашел в Новокурск два месяца назад. Восьми кубовых бункеров или площадок для накопления ТКО в селе нет. Поэтому бытовые отходы должен забирать мусоровоз согласно четкому графику. Впрочем, банальный вынос мусора для сельчан внезапно превратился в настоящий квест по принципу «поймай меня, если сможешь», жалуется Наталья Вуколова. Нам сказали, что буквально на прошлой неделе, что мусорка будет в четверг. В четверг мы мусорку не дождались. В пятницу ее, как всегда, не было. И потом вдруг, смотрим, в воскресенье вечером, она вот здесь крутнулась возле нас, развернулся мусоровоз и уехал. И вот уже две недели мы не можем вывезти мусор. В определенное время стоим, ждем. Час-два бывает стоим, ждем. Он, бывает, не приезжает. Ну, раз, как бы сказать, в неделю, не в то время приезжает. Определенного графика нет. Вот я прочитаю. Определенного графика просто нет. За то короткое время, что в Новокурске работает рекоператор, у местных жителей накопилось немало вопросов и претензий. В первую очередь, людей не устраивает качество предоставляемой услуги и цена. На сегодняшний день тариф составляет больше 95 рублей с человека. Приличная сумма получается. Хотя мусора фактически у людей, вот именно по тому тарифу накопления, его меньше. Я так думаю, что вот норма накопления завышена. В деревне у нас пенсионеры или малоимущие, или неработающее население. Кто будет платить за мусорку, останется там из этого населения. Мы еще работаем, да, и получается за всех будем платить за эту мусорку. Как отмечают эксперты, вопросы ценообразования, тарифов и законодательной базы требуют проработки на региональном или даже федеральном уровне. А вот график работы мусоровоза вполне могут урегулировать между собой рекоператор и сельсовет. Мы выходили уже на специалистов, там сотрудников компании «Росити», с кем мы работаем непосредственно по графику, чтобы нам еще установили день сбора мусора в среду, чтобы в среде недели машина приходила к нам и в выходной день, воскресный. В свою очередь, как пояснил представитель рекоператора, он готов увозить отходы хоть каждый день, если в деревне будет организована площадка для сбора ТКО. Также в компании жалуются на низкую собираемость платежей, которая пока не превысила 7%. Так или иначе, диалог между региональным оператором и местными властями продолжается, и оптимальный график будет выработан. Оскар Артамонов, Станислав Колченаев, РТС.